мне тут советуют лучше создавать фильмы там прожмутов больше намного а я не могу для меня главное это живое участие пусть нас через неделю будет 300 400 через месяц 500 вот здесь живое участие когда живыми людьми говоришь тем более многих знаешь в лицо это так здорово так ну что будем здороваться леонид привет брат юлия здравствуй лужкова добрый вечер шималдинов на месте здоровья удачи пожелал так считаем глушкова есть такая группа вконтакте консультант садовода ох там советов по колодок садов кто во что гора главный учитель та самую ой-ой-ой-ой на следующий год снова все эти саженцы в виде медь метил только почему-то молчит самое интересное причем давать совет она не спрашивает какой зоне как посажено ребята вы знаете я начинаю даже зазнаюсь возгожусь посмотрите я полчаса вам рассказывал даже в такой и котловине где там без это сам 10 метров 20-30 самое дальнее шушенской там 40 50 километров какая огромная разница разве может деревья колечиться казалось бы у меня самое такое место благоприятное то нет я показывал в той стороны еду вот напротив там 17 а здесь 29 вот а почему это она считает что она все знает почему есть люди которые ну назовем их зубрилами вот я зубрил и не был вот все знали лучший ученик в школе железо кличка профессор вот я лекции читал мне учителя давали возможность через эти вести уроки с прямо с этим же классом тянуть богом вот и золотая медалистка была а у меня математика 44 русский язык 3 как так а потому что не был зубрил и а можно же все вы зубрить и считать что это правда а сама не посадить ни одного дерева знаете мне вот это вот возмущает на третий год начинают среди в среднем планоносить волчки еще раз откуда есть знать что каждая это исключает не только там допустим всех специалистов это чарльз дарвина отменяет представляете в зародыше есть целое дерево это все знают она есть семени целое дерево есть почки а о том что в клетке теоретически знают иначе бы микроклонирование не было бы даже промышленного но осознать откуда штамм взялось дерево это не дано никому вообще это я такой все еще первое об этом говорю на всей планете вот это вот она от меня червы дарвина значит появилась раньше чем появилась эволюция в принципе вот а почему я это говорю потому что не зная этого уничтожается ну сказать генофон нельзя но злоба к этим самым к волчкам она шуткая дерево это новая крона взамен по уже подпорченных веток взамен сдуру отрезанных веток растет новая крона уничтожить оставится вот и вот это вот все они и это она не виновата это просто наш уровень такой вот понимаете выпускает температурской академии людей совершенно непригодных практической работе не в госоу не в новостейской институте не в возе получить студенту вот это сегодня сейчас это мы имеем а как докричаться вот мои возможности с вами поговорить и все дубни так страшно обидно и наконец вы упомянули что она молчит до пустого как изувечит саженцы или там посоветует изувечить мы это проходили табережевская академия а это ладно есть эти самые две дамы которая называет себя сами помнить которые называют себя феями это телеканал бобер вот и они все садили когда они садили я приходил ужас как она расти будет где не садят на смерть они сами этого не знают но это есть четкая привязка территория в днх прошли годы в одном случае три года в другом стиле 5 или этом прошлом году а наших нету тут надо как допустим я не говорю что ревизор я не говорю что госгостехтозор я не говорю что прокуратура кто-то должен по их следам пройти сказать вот здесь позапрошлым году рассаживать он должен уже плодоносить вот ваше это видео где саженец куда он делся ладно проехали игорь дрова свинин привет лужкова михаил откуда вы с архангельской области да михаил кстати свинин с архангельской области вот татьяна глушкова хорошие результаты мы всегда но подружились ирина алтай всем привет осенка строго привет учителю здоровья скоро весна сейчас дать хоть отдохнуть позапрошлым году посадила персик воронежский зиму благополучно в кавычках перезимовал верхушку отморозил несмотря на хорошие укрытия летом зал два побега 1 персик 2 абрикос так погодите а это что значит минуточку может быть абрикос это с подвоем вылез вторая ветка а первое допустим персик или как бывает что чудеса бывают вдруг у вас получился витативный гибрид персик абрикос тогда на контроль тогда ждите вот а вы сами пишите ждем что будет в этом году посмотрим если абрикос вылез выше прививки перед вами гибрид его особое внимание марина малькова добрый вечер всем садоводом виктор здравствуйте орех костянович подскажите какой перепад температуры с плюсом минус критичен для положения вегетации абрикос спасибо значит если он не искалечен так искалечен то это и если минус допустим 2 или а потом на минус 20 хуже не бывает даже 25 ничего себе случится по спресса и минус тогда да то там будет допустим как присылая температура вы допустим минус 5 почки не спят при минус 20 на тараде не могут подбежать цветочные между ростовые они довольно крепкие но я все время ретируясь на свои а вы это супер мордостойки а если брать по стране сразу выбрасывайте если у вас такие перепады алтай село всем привет с алтая ирина 40 минус 40 две недели абрикосы цветут начали июня резкий ветер сбрасывает ну у скоксе минус 40 ну что я скажу вот что я скажу даже в скоксе надо искать место получше я беру тепловые подушки минус 40 может выдержать если хотя бы стабильность будет вот без резких перепадов ну еще что делается это знаете мы с вами любители нам это сложно даже понять я с ужасом так получилось что мне присылали материалы и когда я открывал я видел францию я видел участки которые должны приносить были какие-то самые абрикосы и груши и яблони вот огромные участки там 10 гектар 20 сотни на обыкновенных печи горели сотни это надо было видеть там 10 метров печка они прямом смысле отапливали всю вселенную какая-то мизерная часть управляет а было не каждый день а только когда заморозки обычно полная тишина то есть и деды 2 9 рка вот стоим скажу чтобы то же самое когда вас почти минус 40 получить абрикосы несколько печек саду включить я могу это сделать вот но это допустим был сильно уж натянута вот вот проще это сама ничего не делать но есть такой момент когда самый ну расставьте допустим тазики с водой всегда можно найти таз второй таз третий корыто ведра вот и когда чуть-чуть будет повлажнее вот под каждое дерево ведро таз корыто ведра таз корыто вот и вот температура минус 40 а лишняя влага несколько процентов добавьте влажности и уже удержит холод это раз ну то что с осенью можно заготавливать а этого добра всегда полугнилые полусухие ветки зимой в эти сорок минус 40 приснули бездельщику и таким образом чтобы дымом заволокло весь участок дым теплый больше ничего посоветовать не могу вот потому что это обидно что если у меня я рассказывал когда-то у меня и так же как черёбышка из десяти годов 9 было с плодами потом следующий этап уже смотришь из 5 2 без плодов и была последний раз когда из пяти два с половиной то есть плоды были думала один год вообще их не было и это тоже ну что ты будешь делать вот но я естественно нитчика никакого задавления не делал но вам могу посоветовать готовьте соседи костры так минус 8 для цветения не помеха овощи какая помеха все вы взяли как каждый год повторяется и плодики уже большие ну не знаю 8 для цветения это предел но это еще смотря что-то знакомое вот это вот название больше этого и там держит держит это минус 8 так баевском районе сильные ветра в апреле пару недель так ирина алтай минус 8 для цветения не помеха а это значит уже мы читали так сыграть здравия снегирев александр доброго времени суток валерий костюмич вот какой вопрос появился подскажите пожалуйста по высоте абрикосов разного сорта именно журдель велитополь академика в артем королевский рафим паина какие были росты академич если бы я выращивал их допустим с косточек вот это я могу сказать вот 6 8 10 метров точнее сказать невозможно знаете почему потому что они как бы сказать вырастая они даже если не подходишь не делаешь им враны на кольцо не это не нет не отрезаясь нижние скелетные ветки вот все равно нижние ветки постепенно он начинает отсыхать он лезет вверх и нужно солнце и если ему не мешать то за 20 лет любой абрикос как дель академик амур если бы они были корнесобственные но таким случаями понимаете в чем дело они это могут не выдержать ту же сибирь как у меня если не привитые но это еще и вопрос если передается качество по двое навсегда то и академики амур и артем вот эта роскошь академия королевский они выдержат и минус 40 даже без этого без прививки но какие при этом вырастут дело в том что есть такая особенность вот какой-то год какой бы ты не был крутой какой бы ты бароностойки прихватит кончики веток что делает дерево это его особая особенность стремление к устовидной форме хрен не начинается вверх получим по морде то есть он расфер потом кончики веток отсохли отмерзли вот даже без секатора просто от мороза вот или даже от весенних забросков повредились кончики веток вода начинает расти куда во все стороны но уже не вверх он получил по морде от природы и тогда получается он дальше 6 метров не растет а тогда получается где 6 где 8 где 10 тогда получается зависит уже не от нас от климата это я говорю про корни собственные вот а раз они корни собственные значит они к ним не относятся привитые а привитые они у них высоту определяет уже банджуриц почему он жулиц от породы гигант тогда получается накидывать еще один два метра а дальше все как тут же прихватить и прихватит кустовидной формы больше все сказать не могу так что там дальше спрашиваем потому что родом с арханской области мечта у родственников там абрикосы посадить интересный опыт есть про арханской области ничего сказать не могу я бы вырастил конечно но я бы как вырастил то что извините я не навязываю свои кости 100 это самое мало если у меня в кармане не гроша 1000 это если у меня вводятся бандиты останется конечно счете 50 состоялся абрикосовый сад сегодня 50 через несколько лет 500 а потом я король всего этого самого северо-запада так дальше вопрос по почве для абрикосы уровень кислоты здоровой почвы хорошо и какой-то уровень у вас вы знаете есть такое понятие как нейтральная почва в школе проходили паш нейтральная то есть когда 7 7 7 про этих цифра 7 а значит скотиться в зиме 6 7 7 кислоту вот и сильно любит вот 6 7 где-то вот у меня какого-то есть если его ни разу не верил у меня был такой опыт значит я же сразу столько купил участок а было 10 соток всего вот и прошла зима первый год я ничего не успел садить а весной я только хапал саженцы на рынке ну допустим 10 20 а больше все сада я засаживал картошкой потому что лишь бы не пустовала земля и вот и что я увидел как тот момент когда я садил картошку было очень много хвощей что такое хвощи вы знаете это значит очень кислая почва больше я про кислотность ничего не знал проходит несколько лет так и у меня хвощи исчезли просто сами по себе но исчезли именно там где был сад то есть мне кажется а это одно из моих наблюдений сами деревья переделывают почву помните как понравилось курдюбову мое выражение которое использовал не раз вот деревья переделать почву это значит почва для дерева а не дерево для почвы то есть можно подбирать под нее деревья а я говорю садить все подряд независимо от того какая кислотность почва раз независимо от того плоть до глины все равно садить ну про глину я уже рассказывал сверху в это холм а глину дерево переработает само и так почва для дерева дерево это самое и само себя определить что ему надо она это взаимный процесс почва пытается дерево помешать или помочь вырасти а дерево переделывать почву чтобы несмотря на то что почва это чернозем вреден так как чернозем вреден для абрикоса вот а глина вообще всем вредна и тогда получается что вот почва для дерева дерево собою сделать вот это хотел сказать вот садите и выбирая не думайте а вот это сейчас отнесу в лабораторию ой не подходит а вот для этого для груш подходит для абрикос не подходит для абрикос не подходит чур собачья садите все подряд делайте нормальный холм несколько тележек если действительно погулять глинистая глина я уж так утерю с углина будьте добры побольше тогда купите землю наделайте холмы посадите на холм корни все на холму а дальше почва нетронутая а дальше дерево переработает этот глину пройдет несколько лет копните рядом с корнями землю увидите нету никакой глины нету вот это самое главное что что касается почвы должны знать галеков приветствую такая идея чтобы не подписывать деревья полуслов можно ставить цифру а дома будет описание пока желательно продублировать все на компьютер чтобы не потерять ну если много деревьев да конечно неудобно знаете мне хуже бывало я подписать деревья хоть полным именем не обязательно хоть цифру разницы не вижу небольшой труд вот когда теряешь вот она плохо но и хорошо тоже несколько деревьев которые сейчас огромные-огромные они стали огромными только потому что до полношения я не знал какой сорт и не калечил их заранее а когда узнал господи какие сорта какие плоды вот уже поздно было червяки брать если они уже были я их жалко было ракалечить так то что мы заканчиваем друзья вроде все сказали вроде все давайте мы заканчиваем разговор вы меня простите в общем то мы уложились три часа вот я старался вы не ожидаете как вот обычно люди большинство людей они участвуют в этих каналах они участвуют они друг друга перебивает это пишут они комментируют друг другу обзываются как угодно вот до почему почему мои комментарии в крайне редки их так мало что мне хватает на вебинары всех а поча всех рассказать другой стороны получается что как рассказать так рассказать что чеху голову не приходит вот сейчас под этим сам что-то капитали какие-то вот потом железов сергей правой железов юрий брат а сейчас разделить вебинар на части по тему и там опять 100 200 300 просмотров и опять не одного комментария как правило не единого это говорит с одной стороны мои квалификации спорить не о чем просто не о чем спорить а вот когда это один записал а второй пишет и дурак а теперь а ты сам дурак и вот пошло поехало вот это обидно вот ну тут понятное воспитание виду вот а попробуй спустить человеку любой человек все душу все делаешься ты чего-то такого догородила для этого на комментарии а под моими комментарии практически нет вот кстати это плохо хотя бы подобраться добраться хотя бы 30 30 цифра 3 буквы написали о да оба вот все за это мы заканчиваем вот будем прощаться что там как ты это говорит лайки ставьте комментарии если вот а оппонентом я говорю так я в начале зрился сердце не выдержит бывало всяко потом проходит день-два-три я плохо сплю и готовлюсь за этого диспетия нет я сплю прям во сне идет работа я там подбираю во все цитаты вот прям сквозь сон вот и готовлюсь к именами таким образом и что получается ну не было бы этих вот часто злых окриков сейчас вот этого еще бы не было вот понимаете а так вот повод это повод чтобы сказать что можно спросить его можно спросить и мережку это не просто это деле это это огромное богатство другое дело в том мире где живут эти самые от кого это зависит у них дубе другое закрытие резюку и землю под эти под супермаркеты какое богатство посреди москвы чтобы был участок земельный сада пусть лучший сад в мире пусть лучший сад в европе вот на основе вот этого что вы видите никогда не допустим никогда нет у нас такого третит где среди нас и галлигарха который скажет то я сам выкуплю его для выкуплены для супермаркета этот который все равно причем я выкуплю тебе несколько академии я оставлю персонал ну как оставлю вот это олигарх допустим которую где эти вот так вот сказать я оставлю сторожей я оставлю этих самых уборщиц я оставлю персонал который будет это действительно работать прямо в смысле работать с лопатой работать вот а эти сибиряки приедут эти сабы савилич приедет железов сергей при трекает приедет пару наших этих самых алексей к алексеев возьмем те же сибиряки вот за компанию макарова бейзинова еще несколько человек они такого до 1 до творят а кто-то уже будет уже террорики лекции читать уже по темам макарова целью справиться запросто вот вот до этого родился такое впечатление и вот тогда если бы такой олигарх нашелся который бы нет не закрыл тебе язык он выкупил и с таким чтобы было право командовать чем технологией а технология начнется с чем с чего с бульдозера бульдозера а после бульдозера через пять лет подавать на дубльской премию вот и прославить всю россию жаль это уже не увижу извините за грустно это разговор вообще не вижу потому что олигархов таких нет сейчас помните эту шутку злую это есть такой же путешественник знаменитый конюхов которая на лодке без весел ну то есть без мотора вот и вот это злая шутка за три года конюхов на весельной лодке смог оплыть вокруг яхты этого как его то начальника чукотский забыл фамилию за три года смог оплыть вокруг яхты кому надо тот злой юмор понял до свидания друзья лавочка закрылась до ненадолго только до недели